Всем привет, друзья! С вами Шинедаром. Решил записать немножко разговоров про новую модель от Мишлена. Это у нас трекер. Модель призвана заменить популярную, широко используемую покрышечку Cross AC10 или AC10, кому как удобно. Что про нее можно рассказать? Нет. Производитель уверяет, что данная покрышечка будет держать на траве, на твердом покрытии, на покрытии средней твердости и что-то там еще. По рисунку, если так ее порассматривать, можно сказать, да, что в особой лютой грязи, конечно, делать на ней, наверное, слишком много не получится, но мягкий грунт, средний, средний твердый и даже твердый, думаю, она будет держать вполне себе интересно. Что сказать по самой модельке, расположение шашечек довольно популярное. На многих колесах у многих производителей есть такое расположение, размещение грунтозацепов по колесу. То есть у нас посередине идут грунтозацепы, средний ряд, сдвоенные. Дальше ряд грунтозацепов, который проходит ближе к краю, располагается между ними в шахматном порядке. И дальше крайний ряд грунтозацепов, опять же, в шахматном порядке уже относительно этого ряда второго. Грани грунтозацепов скруглены, надеюсь, видно. То есть грань не острая, а немножко закругленная. И к низу, в месте, где грунтозацеп крепится к корпусу, к корду, к основанию покрышки, он расширяется. То есть, тем самым, строение, ну, как бы усиленное, что ли. Сложнее оторвать шип. Еще на самом грунтозацепе есть такие небольшие насеечки. Для чего это сделано? Я думаю, что для пылеотвода. Ну, или мелких сыпучих составляющих. То есть, когда колесо идет по жесткому грунту, если между колесом и грунтом попадает пыль, песочек, какие-то мелкие камешки, то колесо начинает ехать, как бы, как на колесиках. Можно сказать, эффект подшипника происходит. Эти насеечки, они призваны немножко в себя собирать пыль, камешки эти мелкие, и обеспечивать контакт грунтозацепа покрышки с поверхностью. Компаунд достаточно мягкий, напоминает АЦ-10, примерно такой же, может быть чуть-чуть потверже, ну, на ощупь, как бы, мое субъективное мнение. Корт тоже достаточно мягкий. У Мишлена очень часто покрышечки мягкие. Так, ну, небольшое сравнение рисунка. Есть вот у нас еще такое колесико. Это у нас Pirelli Extra X. Собственно, думаю, видно, что рисунок очень похож. Расположение грунтозацепов, ну, можно сказать, зеркальное. Тут у нас 19-я покрышка справа, поэтому она выглядит немножко помассивнее, чем трекер 18-й. Но у Pirelli у нее грунтозацепы остренькие, то есть кромки у них квадратные, угловатые. И пылеотводящих каналов на Pirelli нету. Есть только на боковых шипах вот такие ямочки. Собственно, они выполняют ту же функцию. Пыль, камешки, мелкие фракции туда попадают. И вот эта каемочка имеет контакт с поверхностью. Меньше покрышки кидает. Производители вроде бы хвастались тем, что, видите, вот эти вот отливы такие, это какие-то усиления покрышки, для того, чтобы она была больше устойчива к порезам, проколам, ну и прочей нечисти. А так, конечно, на ощупь очень приятное колесико. Компаунд, кстати, на Michelin ощутимо мягче, чем на Pirelli Extra X. Эта покрышка у нас предназначена для смешанных грунтов, среднемягкий, средний, среднетвердый. Michelin заявляет примерно те же возможности для трекера. Вот такие дела, друзья. Вот так вот он выглядит. Если, может быть, есть какие-то вопросы, спрашивайте, протестируем, пощупаем, расскажем еще ощущения. Вообще, конечно, обзорчик сырой. Будем стараться. Просто комментируйте, говорите, что изменить, что сделать лучше, что хотелось бы слышать в обзорах. Будем стараться меняться и снимать для вас качественный контент. И стараться снимать любую резину, какую бы вам хотелось увидеть в наших видео. Ну все, всем привет и на связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все будет хорошо.